Суровый веб, тот самый подкаст от YouWebDesign из Челябинска. Apple сняли пятичасовой фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фишки стандартного метода JSON Stringify. Samsung переизобрели аккумуляторы. Samsung переизобрели, погнали. Мы с вами снова, 227 выпуск в эфире, подкаст Суровый веб, проект и веб-дизайн, 17 марта. Было на часах уже 18. Да. Меня зовут Александр Кончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Чё, скажешь? Тревожное время выходим, Никита Тарасов. Да? Потому что это время, это час ночи. А вот оно всегда тревожно. Тебе хоть когда-нибудь было не тревожно в час ночи? В принципе, да, у меня уровень тревожности повышается, как только заполнеч переваливает. Я всем продемонстрирую, я сейчас буду сгущеночку жрать на камеру. Давай, давай, давай. А я всем продемонстрирую то, что можно писать на worksobakaywebizzen.ru. Как я продемонстрирую? Я просто скажу, пишите на worksobakaywebizzen.ru. Если есть какие-то предложения о партнерстве, предложения по рекламе или другие предложения, пишите на worksobakaywebizzen.ru. Work at youwebizzen.ru. Нам, кстати, пишут туда. Чё пишут? Вот, не только какой-то клон скиллбокса хочет у нас прорекламироваться. Завтра утром им отвечу. Написал не далее, чем сегодня в 7 вечера. Сегодня я ещё на корреспонденцию не отвечал. Атака клонов, то есть началась на наш works. And youwebizzen.ru. Хорошая, хорошая, да-да-да. Хорошо. Можем к темкам переходить? Первая, кстати, моя. Не-не-не, твоя. Моя, моя, моя. Я просто её тоже читал. У нас значится... Мне интересно стало, я себе проспойлерил. Да, у нас значится темка, как Bill Gates No. Написано. Bill Gates No. Я бы сказал, минус Bill Gates, но не настолько No и не настолько минус, как вы подумали. А то сейчас подумаете ещё. Хотя, когда выйдет этот подкаст... Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft. Ушла эпоха. Ушла эпоха. Ушла эпоха. Читаю новость. 13 марта 2020 года Microsoft официально сообщила об изменениях в совете директоров компании. Bill Gates вышел из совета директоров компании, чтобы полностью сосредоточиться на благотворительной деятельности, в том числе здравоохранении, образовании и борьбе с изменениями климата. Билл Гейтс не покидает компанию, продолжит работу в Microsoft в качестве советника гендиректора Microsoft Satie Nadella. Как мы знаем, он уже был уже в Satie, то есть это не какой-то новый чел, это старый чел. Ну он уже долгий гендиректор, да, мне кажется, лет 8-10. Не буду читать, какие там вообще есть другие директора. Я охранял вообще от того, что там люди занимаются параллельно и Microsoft, и PepsiCo, и Microsoft, и Gap, и Microsoft, и Wells Fargo, и Microsoft. Короче, как люди это успевают, я не буду вообще даже спрашивать. У меня другой вопрос, как качественно они это делают, и то, и другое. Вообще, как можно понимать в двух сферах сразу, я, короче, не очень, хотя там одна сфера бабки, я понимаю, но, тем не менее, все равно, я что-то как-то это... Просто эти люди, мне кажется, они еще понимают просто в долгосрочном стратегическом планировании. Ну, видимо. И в общем и в целом, им просто, они смотрят на отчеты по кварталам, по всем, и говорят, а вот, короче, вот там по отчетным четвергам високосных годов какая-то просадка, надо вот усилить рекламу в эти периоды. Ну, это типа вот такой бред. И как бы да, и все классно. Ну, видимо, да, видимо, да, но меня испугало, если честно. То есть я думал, что люди погружены очень сильно в одну компанию, и там не тоже в одну компанию, вообще погружены жестко. Ну, там все, короче, какая-то очень сильная уже такая штука. И вообще, меня сам факт, о котором я сейчас прочитаю, в принципе, немножко повергает в шок, но не вот об этом. Вот 27 января 2020 года благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделил на борьбу с коронавирусом около 100 миллионов долларов. Но, факт вам. Билл Гейтс совместно с Полом Алленом основал компанию Microsoft в 1975 году. Он занимал пост генерального директора компании до 2008 года. Потом ушел в 2008, чтобы уделять больше времени благотворительным фондам, которые создал в 2000-м иметь с женой. Короче, понимаешь, человек был основателем. Вот мы с тобой основатели ювеб-дизайна, да? Ну, если так уж громко говорить. И потом, не с хрена у него 1% акций Microsoft. Потом у нас с тобой через сколько-то времени будет 1% ювеб-дизайна. Как это происходит? Я понимаю, что это 1% это и так, ну, типа, дохренища. Но все равно. Ну, хорошо. То есть, получается, как-то каким-то образом у тебя сквозь пальцы прошла компания и куда-то к каким-то чувакам, которые сразу и PepsiCo и Wells Fargo заведуют, утекла. Как это? Я понимаю, что все это, ну, миллиарды все равно попали в кармашек. Но, тем не менее, блин, это как-то страшно прям. Прям реально страшно. Давай. Знаю две истории. Три. Первая. Это Майкл Делл, который продал свою компанию. Ну, как бы, как продал? Он на IPO вышел, акции вродал. И, понимаешь, он как бы хоть и вышел на IPO, ты можешь выйти на IPO и все акции продать. И ты, грубо говоря, свою компанию все отдаешь акционерам сразу, хотя она была твоя. Вот. Но он потом, видимо, он остался, ну, я не знаю конкретную историю Майкла Делла, сколько у него там в процентах он себе оставил. Ну, короче, он, говоря, накопил денег и выкупил свою компанию обратно. Просто в тот момент, когда он выходил на IPO, ему нужны были эти привлеченные акции от акционеров, соответственно, для того, чтобы, ну, как бы, дальше развивать компанию. На IPO выходят вообще не потому, что хотят поделиться своей компанией, долей в ней, а потому что нужны деньги. И люди, как бы, покупая эти акции, тебе дают живые деньги, а ты на них уже что-то можешь делать. Ну, в обмен на то, что эти люди тебе и говорят, что делать, в зависимости от того, сколько у них этих акций. Вот. То есть, Майкл Делл выкупил обратно. Например, Ричард Брэнсон, он Virgin, именно Music, которое подразделение было звукозаписи, он его продал и, по-моему, так и не купил обратно. То есть, он его именно продал просто потому, что он понимал, сейчас это стоит дорого, это можно продать и эти деньги пустить на новый какой-то бизнес. Ну, то есть, реально, если мы в какой-то момент поймем, что нам сейчас лучше продать UX-дизайн полностью и заниматься только, я не знаю, какой-нибудь суровый мьюзик, то мы это делаем и просто на вырученные деньги, во-первых, покупаем каждый по острову, во-вторых, делаем студию звукозаписи, на которой, как бы, будет твориться мэджик. Просто потому, что, ну, как бы, нам уже не с руки заниматься UX-дизайном, за 30 лет приоритеты сменились. Я, в принципе, понимаю. Так и он. Я думаю, это сухой расчет. Он просто продал Microsoft, когда он дохрена реально стоил и, ну, начал заниматься чем-то другими, благотворительными там фонами. Ну, или вообще просто в карман положил. Все-таки 103 миллиарда долларов. Я помню еще момент, когда у него состояние в двадцатку оценивалось, и это было максимум. А сейчас 103, и это уже на втором месте. Нет, ну... После Безоса. То есть, как-то много денег стало у людей. Реально, капитализм, он укрупняется и дальше. Либо доллар обесценился в пять раз, что, в общем, как бы, тоже, ну, есть природная инфляция. Я надеюсь, он там пустил их куда-нибудь. Ресторанчик открыл. Хоть как-то он использует. Я надеюсь, у него крутятся, работают денежки-то. Потому что, если у него просто они лежат на кармане, 100 лярдов, то это... Понимаешь, это же оценивают состояние. Это почти всегда, во-первых, прикидки, а во-вторых, ресторанчики, и он это тоже хранит в акциях, там, Амазона. У него Майкрософт это один процент, а Амазона, может быть, и десять. Ну, то есть, как бы, всякое. В принципе, я верю. А Эппла 100 у Гейтса. Смешно. Деннис, 19, кстати, пользователь Хабрая, написал в 7.30 утра эту новость. Возможно, он в 5 утра встает. Это тоже человек, который в 5 утра встает. Не мог терпеть, хотел про Гейтса написать новость. Ну, давай, дальше. А теперь от Майкрософта к Эпплу пойдем. Интересно, Билл Гейтс, вы принимал в Иксбоксе хоть какое-то участие в серии с Эксбоксом? Мне кажется, вообще. Я надеюсь, он хотя бы знает вообще, что у него есть такой продукт. У меня Эпплуа, но я думаю, что никакого он участия не принимал. Хотя я видел в комментах к серии с Эксбоксом, там чуть-чуть подписывали про то, что и били этим каблуком об трибуну. Что надо, короче, давайте обратно Рока Скалу и Билла Гейтса вывозить, чтобы рекламу они делали. Первый самый Эксбокс, Билл Гейтс вместе с Роком Скалой представляли, так скажем. И там именно Скала рофлил над Гейтсом. Ну и специальный контракт, чтобы типа один трестороновый мужик, а второй именно Супер Боттон. Причем, опять же, как по иронии судьбы, если у них в обоих взять анализ, то, возможно, у Гейтса тестостерона еще больше, чем у Скалу. Я боюсь их анализы брать, честно тебе скажу. Мне кажется, мы не расплазимся ни за один из этих анализов. Я согласен, да, и не рады. Будем, что взяли эти анализы. Кстати, о Эксбокс Сириес Экс, Jedi Fallen Order, 35% скидка в Стиме. Кстати, про Эксбокс Сириес Экс будет в конце этого подкаста. Да, про него тоже будет, не переключайтесь. А теперь из Майкрософта наоборот в Эппл. Ну-ка, пускай. Вторая темка у нас. Эппл сняла на айфонке часовой фильм про Эрмитаж, как команда готовилась к съемкам и с какими трудностями столкнулась. Смешно, я не прочитал двоеточие, как бы все в одну строку просто выдал и нам. Да, я думаю, все понятно. Короче говоря, меня поразило вообще то, что, а, фильм снят за один дубль, б, одним кадром, хотя я не знаю разницу одного дубля и одного кадра. Ну, допустим, так. Ну, то есть, мне кажется, нельзя снять в один дубль ни одним кадром и наоборот в один кадр ни одним дублем. Не знаю, что это значит, насрать. И на одном заряде аккумулятор. Вот это больше поражает на самом деле. Согласен, да, согласен. Учитывая то, что пять часов непрерывной именно съемки. Мы-то с тобой знаем, что если просто стримчанский подрубить, но стримчанский это больше, чем съемка. Это съемка плюс трансляция, поэтому, конечно, если бы они это еще стримили, возможно, пяти часов бы не вывезли. Ну да. Ну так вот, это не что бы там такое, а это реальная официальная реклама Apple. Apple. То есть, у них есть этот проект Shot by iPhone. Или не by, а shot... Насрать, вы меня поняли. On iPhone. Я не помню английский язык. Не помню, какой предлог. Дэпоха. Shot on iPhone. Так-так-го. Да, да. Shoot on iPhone. Все правильно. Так вот. У них есть вот эта хрень, и я, к сожалению, подписан на Apple на YouTube, и у меня именно валятся постоянно какие-то мелкие рекламки, у них там трехминутные тоже, Shot on iPhone. Там, как обычно, какую-нибудь Африку снимают, как детям, там, бездомным, инвалидам помогают геи и так далее. Вот это все постоянно Shot on iPhone, и там, естественно, качество как будто на 10-миллиардно-пиксельные какие-то камеры киношные снимают. Там на марке, на марке, в смысле, не те марки, про которые вы подумали, а на 3D-марке. Вот, да, на 3D-марке в 2011-м попугаев просто набирают, и все. Короче, да. И там просто гениальное качество, и вот тут они сняли фильм «Эрмитажи», и, соответственно, фильм идет 5 часов, вдумайтесь. Ты мне уже скажи, это только для России, как бы, то есть это, в смысле, это понт для России, или это весь мир посмотрит? Да, очевидно, что посмотреть может кто угодно, но это сняли именно рекламу Apple в России. Да, он на YouTube выложен, на YouTube. Вот. Это именно промо для того, чтобы все в России такие «О, Эрмитаж», «Пушкин», «Горбачев» все пошли и iPhone 11 Max Pro купили, потому что на нем такое можно было снять. Это просто реклама именно, ну, это как, если бы именно, чтобы прорекламировать в какой-нибудь Германии, сняли бы «Рейхстаг», про «Рейхстаг» пятичасовый фильм. Интересно. Такие, ой-я-я-я, и пошли купили тоже, как бы, что им еще делать. Так вот, это тот «Эрмитаж», который тебе не нравится, который именно с старыми картинами. Да, классический «Эрмитаж». Да, вот, я посмотрел, во-первых, трейлер. Я чуть-чуть потыкал внутри того пятичасового видоса. Так что у нас есть с тобой о чем поговорить. Да, во-вторых, я посмотрел «Behind the Scenes». В-третьих, очень смешно, что режиссер Аксинья Гог. Так. Кстати, распродажа в Гоге началась. Вот, да. Оператор-постановщик Давид Хайзников. Так. То есть, в принципе, ну, как бы, видимо, Аксинья Гог, она только со своими работает. Так. Вот, поэтому подтянула Давида Хайзникова. Но на самом деле она сказала, что у нее есть, между прочим, и другие работы. «Как выйти замуж. Инструкция», «Петербург. Только по любви» и другие фильмы. Тебе «Rings a Bell» хотя бы какой-то из этих фильмов? Честно говоря, нет. Не знаю. Но мне интересно. Это полнометражные фильмы, наверное. Это, наверное, да, которые хотя бы где-нибудь на дожде показывают. Не знаю, не знаю. Конечно, конечно, но, ну, я не знаю, показывали их в кино, может, хотя бы по телеку. Но неважно. Возможно, это лучшие какие-то бест-режиссеры России, а мы с тобой быдло просто челябинское и не знаем ничего. Но посмотрим. Так вот, Давид Хайзников – это чуть ли не единственный человек, кто согласился именно снимать пять часов одним кадром, одним быдлом. Здесь… Он оператор, да? Да, он оператор. Оператор-постановщик в данном случае. То есть, он, видимо, принимал участие в том, чтобы проанализировать, как, где, что, откуда и так далее. Технически. Так. Это составляющая. Так вот. Мне еще почему понравилось, потому что мы с тобой тоже, в принципе, контент-мейкеры и инфлюенсеры. Думаю, да. Как вообще теоретически такое можно было организовать? Просто съемку, во-первых, в Эрмитаже. А там, чтобы ты понимал, ну, то есть, там же нет людей. То есть, там именно фильм, пять часов по Эрмитажу никого нет, кроме оператора, телефона, ну, и актеров некоторых. То есть, там в некоторых залах есть, что там танцуют, балет, там туда-сюда, как бы, ну, такое. На все классически русское давят. Знаешь, такое ощущение, что именно по стереотипам американским снимали, что это Чайковский, Достоевский, и это для всех русских сразу, как бы, классно будет. Для всех, кто живет в Кострома-Регион, по Сереже Меденцеву, он там был на выставке регионов, и там именно стенд Костромской области, везде все по-русски, там все в кокошниках, и именно стенд Костромской области, Кострома-Регион. И он не наорался там. Вот тут то же самое, они именно сделали Достоевский, Чайковский. Уже у нас люди, такие как Костик, которые живут в Питере, даже не знают, кто такой Чайковский, наверное. Вот. Ну, и где Эрмитаж, тоже не знаю. Он скажет, а это в каком городе, он сейчас спросит. Ладно, шутка. Костик, разумеется, туда ходит по абонементу с бабульками. Ну, так вот. И, то есть, это все одним вот этим вот. И когда они именно нанимали оператора, они не могли, там, ну, то есть, там, NDA, на время работы никто не мог проговориться. И им говорили, вот это будет неопределенная работа, вот, ну, и только говорили вводной, что пять часов, один кадр, один дубль там, и так далее. Вот, все, он согласился. Смотри, в чем технический понт был? Во-первых, а, у них был только один, одна репетиция. Снимали как раз по понедельникам, когда там, ну, выходной. Но, чтобы ты понимал, там, выходной, он для нас выходной. А для них, там, реставрации, перестановки, всякие уборки, там, и прочее говно. А это говно. Ну, погоди, так, скажи, по понедельникам, я думал, реально, одним кадром. Ну, я думал, они за раз сняли. Так, так, одним кадром. Нет. Ну, разумеется, у них была одна репетиция. Так. Потом-то сняли за раз. Но это же не значит, что они первый раз пришли в Эрмитаж еще при этом. Разумеется, у них была одна именно репетиция. Причем, когда они снимали репетицию, у них получилось 3 часа. И они потом, как бы, ну, работали над ошибками и переписали сценарий, чтобы еще больше было. То есть, у них реально, ну, там, 5 часов было минимум. Ну, и там, получилось, типа, 5 часов 19 минут или 5 часов 14 минут. Ну, какие-то там с копейки. Так, получается, это вранье, что на одной зарядке. Почему на одной? Ну. Они не монтировали. То был просто репетиционный, его весь выкинули в помойку, а потом полностью сняли заново и сняли реально на одном заряде. Ну, то есть, за один день. Просто вот за раз. Да, это... А потом официальная съемка была в следующий понедельник. Ага, понятно. Ну, как бы, может, не в следующий, может, там, через 2 месяца. Там, хотя тут написано где-то было, что подготовка шла, там, типа, 6-7 месяцев. И они, кроме всего прочего, между вот этими понедельниками, они еще, ну, просто с туристами ходили и пробовали снимать. То есть, они именно... То есть, там чувак говорил, что он точно знал, на какой картине, сколько ISO выставлять там и все такое. То есть, там еще, естественно, на ручных настройках снимали. Причем, ручных настроек просто в приложении камера не хватало. Поэтому они написали свой Прил. Именно для этого фильма написали Прил. Сейчас скажу, как называется. Он доступен. Catch называется Прил. Стоит 749 рублей. Так. Еще и на нем можно заработать. Ну, это именно супер... Да, вот именно. Это суперклассная снималка именно для, ну, для хороших айфонов, где поддерживаются всякие штуки, типа Smart HDR и прочие действия. Вот. И, короче говоря, они в этом Приле даже написали аппку для часов, чтобы все настройки менять с часов, а не с телефона. Потому что иначе ты будешь трясти телефон там, ну, как бы, ну, ты понимаешь. Чтобы его лишний раз вообще не трогать. Там, естественно, тоже снимали на Steadicam. Вот. И снимали, чтобы ты понимал, с трех айфонов. Угу. Первый был, ну, как бы, основной. Второй – подстраховка. Это как раз мой вопрос, когда я только увидел заголовок. А что, если бы там стоп случайно случился? Или там тупанул телефон, или что? Вот. Вот был второй на подстраховку. А третий, третий – это именно с третьего стримилось. Я забыл, как слово называется. Ну, короче, когда ты смотришь по режиссерам в телек и видишь, как бы, что происходит. Как оно называется? Еще. Плейбэк это называется. Вот. И, короче говоря, причем они здесь жалуются еще, что плейбэк обычно, ну, как бы, в продакшне и продакшне, плейбэк делается по проводу, разумеется. А здесь ты же, как бы, все это вживую носишь, ты носишь прям, ну, как бы, стедикам с тремя айфонами. И, соответственно, у тебя плейбэк, он не вшел по Wi-Fi. И он отвалился в одном месте и досвидос. И это, как бы, классическое мое горение, что Wi-Fi это до сих пор говнотехнология. Уже в космос летаем, а Wi-Fi все еще говно до спальни не добивает вообще. Вот, да. Кстати, блин, я же в прошлом пришел и рассказывал, да, как я делал микротики. Конец истории, чтобы вы знали. Я хотел Mesh-сеть построить по микротиковской технологии Capsman, чтобы у меня роутер, который в спальне, раздавал ту же Wi-Fi, что основной роутер. И это было все бесшовно. Типа, я в спальню перешел, у меня даже телефон не переключился на другую Wi-Fi, а сигнал уже идет с другого роутера. Так вот, не сработало, потому что, ну, как бы, мой основной роутер настолько сильно перебивал эту мелкую точку доступа, что она даже рядом с ней, там, типа, у нее уровень сигнала был, там, типа, 70, а шуму 80. Ну, короче, он ее перебивал. Это работает только если между точками, там, 30-40 метров хотя бы расстояние. Ну, то есть, когда ты по коридору огромное ведешь, и сигнал затухает. Тупо. Да, в рамках одной комнаты бесполезно. Да ничего теперь не делать. В спальне без Wi-Fi продолжать сидеть. Ну, точнее, с мелким Wi-Fi, который такой иногда ловит, иногда не ловит. А вообще, на будущее ставьте роутер в центре комнаты. В той комнате, которая центральная. Потому что у меня он сейчас максимальный, ну, не максимальный. У меня есть угол, который еще дальше от спальни. Но, как бы, вот, да, это плохое расположение. Но уже как и есть. Это просто урок на будущее. Меш-сеть надо делать в трехэтажном доме. Когда у тебя первый роутер на первом этаже, а второй на третьем. И тогда у тебя, соответственно, будет вот это все условия соблюдаться. Вернемся назад. Плейбек один раз отваливался. Но они, в общем, и в целом справились. Знаешь, что еще прикольное? Прикольное еще то, что не все было снято с руки. Многие вещи были с кромок сняты. Я, если честно, думал, они на тележке ехали, я думал. Ну, вот, может быть, где-то и на тележке. Но, в основном, с руки, кстати, чтобы ты понял, было три оператора. И они менялись каждые 20 минут, чтобы руки не уставали. Потому что три телефона с стедикамом, ну, как бы, тяжело. Ну, да. Вот. А это к вопросу о том, что мы стрим-прогулки три часа стримили и менялись. Ну, тоже менялись. Но, по-моему, даже не каждые 20 минут. У нас там еще минус 20-ха была, или минус 25-ха даже, я бы сказал. Мы еще в самый холодный день вышли. Да, это был чуть ли не самый холодный день этой зимы. Вот теперь уже, как бы, 18 марта на часах. Можно уже констатировать, это был реально самый холодный день зимы. Ну, только если сейчас вечная зима не наступит, тогда да. Вот. Вот, да. Мы работали для вас. Цените. Так вот. И, короче говоря, они вкладывали в кран и снимали с крана. И это все, как бы, типа, практически незаметно в кадре. Вот. Потому что одним дублем. И потому что они, ну, видимо, репетировали снятие и поднятие с кранов. Вот. Ну, и здесь написано, что вообще есть определенный шарм. Это режиссер говорит, что в некоторых моментах было отражение там съемочной группы. В некоторых моментах было блеки, блики от там зеркал. Ну, короче, типа, это прикольно. Это сделает это все еще более живым, классным. Короче, в итоге 19% было на телефоне. То есть он даже не то, что вырубился в ноль и все закончилось. Нет. Реально 19% было в самом конце. Вот. И в паре моментов, где супертемное освещение, заходил только даже один оператор. Потому что там, ну, как бы, очень резко все происходило. Все бы остальные засветились тоже в кадре. Там были только актеры и один оператор. Короче, ну, они много работали. Получилось суперклассно. Я прям хочу посмотреть. Ну, да. Я, говорю, нажал в паре мест. И там действительно происходят всякие еще дополнительные события с актерами в некоторых залах. Вот. И, естественно, конечно, они там не весь Эрмитаж обошли, как вы понимаете. Потому что за пять часов невозможно его обойти никаким образом. И там, короче, я не знаю, сколько там нужно айфонов убить, чтобы весь, короче, Эрмитаж заснять. Видимо, прошлись по гениальному какому-то маршруту. Я не знаю, там написано по какому маршруту или просто там у них свой какой-то. Слушай, здесь практически указано, что все там 20 залов или 25. Вот. Но тут же они быстро, понимаешь? Они же, ну, они же не засматривались. Они же не читали там все подписи, таблички и так далее. С аудиогидом не ходили. Ну, что-то я не знаю. В принципе, можно, наверное, поверить в это. Да это просто ты как бы с непривычки. Да даже если, я не знаю, это очень много. В смысле, там очень много. Короче, мне что-то мало верится, но, допустим, хорошо, за пять часов можно пройти весь Эрмитаж. Может быть такое. Может быть такое. Но там дополнительно, да, с актерами прикольно, классно. Атмосферно очень. Я, кстати, не смотрел, и я поэтому не знаю. А там звуковосопровождение было? Ну, типа, реально Чайковский на задней стороне. Да, да, там реально есть. Реально есть. Ну, в смысле, это, видимо, уже подмонтировано, разумеется. За другой дорогой. Сто пудово это подмонтирование. Просто интересно, насколько медитативное. Попытаюсь. Один зал, съемка в одном зале в темноте. Я по слову зал control effort. Потому что там в натуре было написано, сколько залов. И я не могу найти насрать. Но, опять же, когда они репетиционно снимали, вообще три часа получилось. То есть, ну, либо реально не весь, либо я хрен его знаю. Но они именно прям, ну, целый маршрут разучивали, делали и так далее. Просто, может быть, когда ты именно идешь конкретным маршрутом, и у тебя есть тысяч китайцев, японцев, ни под ногами, ни это, может, и можно пройти. Я не знаю. Да нет, может быть, может быть. Мне просто всегда это страшно, кажется, когда я уже зашел в армитаж. Во-первых, потому что перед этим отстоял очередь огромную. Ну, и уже не хочется ничего проходить, поэтому там дальше пять часов, видимо, только стойки могут. А у них-то понятно, что это все без проблем было, более-менее. Ну, у них, причем все равно они здесь пишут, что на некоторых залов было всего несколько минут, потому что уже только они выходили, сразу закрывалось. И там убираться, начинали переставлять, реставрировать и так далее. То есть там в армитаже достаточно плотный график людей, и они как бы, им даже выходной не дали на изменку, типа тут Apple снимают там и так далее. Похрен, все, драйм по расписанию. Так что да. Ну, кстати, это официально, армитаж согласился пойти Apple навстречу, ну, возможно, за деньги, конечно. Вот. То есть, в общем и в целом, это такой комплексный проект, много людей трудилось. То есть, и, блин, я был бы горд, если бы я поучаствовал в таком говне. Хотя бы там, я не знаю, как системный администратор там, или по Найшулеру воду бы подносил. Хлопушку хотя бы нажал, да. Хлопушку. Ну, тут еще не было ни дублей, ни склеек, поэтому здесь с хлопушкой ты бы, если устроился, тоже бы только воду в итоге подносил. Я вот загуглил, что нужно потратить 13 лет, чтобы обойти все экспонаты Эрмитажу, уделив каждой хотя бы по минуте. Понятно, что они тут по минуте не уделяли. За три часа его пробежит мастер спорта по бегу, говорят. Вот. Ну, короче, да. Да и на самом деле... Может, оно здесь имеется в виду все... Ну, то есть, не только Зимний дворец оригинальный, но и все. Самое главное, и не нужно, потому что, ну, вот, короче, допустим, во многих галереях, типа Эрмитажа, есть там целые куски, где одни портреты, например, людей, которых никто никогда больше не узнает и не увидит. Ну, да. Причем там в потолок 20-метровый, и там эти портреты просто, ну, как бы, ты, некоторые ты снизу даже уже не видишь, потому что высоко сильно. Да, и поэтому такое, конечно, нет смысла даже на этом останавливаться. Так, в Эрмитаже-то есть, да, что посмотреть, конечно, и на пять часов, поэтому. Короче, классно. Не знаю, если ты посмотришь полностью, расскажешь потом, как это будет. Как у тебя это прошло. Ну, я... Я не обещаю, но я бы очень хотел. Ну, то есть, реально. Возможно, я как-то выделю момент какой-то, упорю с чем-нибудь и буду смотреть. Нормально. Пойдем дальше. Следующая тема у нас это обсуждение смарт-тейпа, какой же он хороший. И действительно... О, а-а-а-а. За пять часов не пройти. За пять часов, за пять часов, вы можете просто оформить подписку. Подписку. Допустим, на годик. Допустим, на годик хорошего хостинга, отличного хостинга смарт-тейпа. У нас есть реферальная ссылка для вас. uvbdesign.ru Слэш смарт-тейп. Можете зарегистрироваться по ней и поддержать нас дополнительно. Допустим, если вы уже патрон, можете оформить смарт-тейп. Хостинг вам практически всегда пригождается. В наших с вами реалиях. Реалиях. Всегда нужен хостинг какой-нибудь под рукой. И это, мне кажется, смарт-тейп. Вот мне так кажется. uvbdesign.ru Слэш смарт-тейп. Обязательно всем, чуваки. Вот доллар подскочил. Да. А смарт-тейп. А цены не изменились. Конечно, конечно. Никто ничего не менял. За те же, за те же просто гроши. Тут такая стабильность. Просто досвидос. Потом еще обнулят вам цены. Знаете, как круто было? Всякое, может быть, да, согласен. Переходим дальше. Ну, давай. Пять малоизвестных возможностей. Джессон страниц. Ну-ка. Как-то я две темки подряд прям себе поставил, чтобы сейчас у меня мой рот слился. Ну, вообще я могу, если хочешь, свою темку. У нас тут без разницы как. Нет, я нормально. Я бодрый. Я сейчас что-то даже как-то и спать не хочу. Хотя я сегодня не кофе, ничего такого не делаю. Ну, давай, посмотрим на тебя. Просто я от жизни, видимо, как-то... Я взбодрился от... Я про что я тебе говорил? А вот про Apple темку я тебе и говорил. Что она мне сегодня жизнь дала вообще. В пришел я об этом рассказывал. Ну, ты да, ты кайфанулся. Что я такой весь вареный сидел. А так у меня даже башка прошла. Не от того, что у меня полеты в Battle. Ходзерот наконец-то открылись. А потому что Apple сняла на iPhone пятичасовой фильм. Так вот. Пять малоизвестных возможностей Джессон Стрингифай. Это метод, который все мы знаем и любим. Метод контрацепции, я бы сказал. Конечно, конечно. 98% срабатываем на Джессон Стрингифай. Вот. Он позволяет нам объект, ну, обычный джавоскриптовый объект, который в кудрявых скобках, в виде строки за... Как же это называется-то? Не заэкранировать, засериализировать. И, короче, ну, на бэкэнд отправить строкой Джессон, например. Такое бывает. Нужно. А на бэкэ уже распарсивающего как валидный Джессон в тот язык, в который там ты, который у вас на бэкэ. Там будь то Джава или тоже Джаваскрипт или там какой-нибудь PHP, прости господи. Там везде есть методы для парсинга строков в виде Джессон. Так вот. В принципе, это важно иногда передавать Джессон именно как строку между клиентами или между двумя бэкэндами в общем и в целом. Я не знаю, мы с тобой это обсуждали или нет в каком-то подкасте. Я говорю о том, хотя да, разумеется, здесь мы это и обсуждали, что фронтенд это про пользовательский опыт, а бэкэнд это про связь. То есть бэкэндеры, они не просто программисты, они программисты, которые думают, как связать какие-то вещи. То есть ключевая особенность бэкэнда это connection, а ключевая особенность фронтенд это experience. Нихайно. В данном случае фронтендеры, когда Джессон стринги 5 используют, они тоже про connection, потому что никакого experience здесь не будет. Смешно. Так вот, повествование начинается с того, что типа о чем, может просто взять и к объекту user применить метод toString, или просто его консоль логнуть, как бы да, в качестве строки. Получится object object, чтобы вы понимали. Да и все, наверное, получали object object, поэтому знают, что так не работает. Поэтому и был придуман метод json stringify. Если в него первым атрибутом послать объект, то будет как раз то, что мы и ожидаем. Строковая запись json валидного с двойными кавычками. Именно валидного json, это важно. Для передачи между языками программирования он должен быть валидным. Так вот. И здесь, соответственно, есть возможности, как тут сказано, малоизвестны. Ну-ка. Две я знал. Честно скажу, две знал, три других не знал. Основная малоизвестность заключается в том, что у метода json stringify, кроме первого параметра, есть и другие аргументы. То есть мы вторым аргументом можем передать массив. Например, массив тех ключей, которые нам надо вернуть, а остальные не надо возвращать. В принципе, можно предварительно объект фильтрануть, и просто остальные убрать. Но на самом деле json stringify это делает за нас. То есть если мы передадим объект users, точнее массив users, простите, в котором есть, как вы уже догадались, массив тоже можно сериализовать через json stringify. Он будет именно все равно строкой записывать, потому что массив, в общем и в целом, это тоже объект. Так вот, короче говоря, массив юзеров. Каждый юзер это документ с ID-шником, логином, паролем, статусом и эксосом в данном случае. Эксос есть не везде. И вот мы хотим передавать на бэкэнд только ID-шник и его эксос. Все остальное это просто лишняя трата места в payload, которую мы не хотим пересылать на сервер и обратно, или куда-то дальше. Мы просто фильтруем и говорим, json stringify первым параметром users, наш массив, вторым параметром массив ключей, в данном случае ID и эксос. И мы получаем, как вы догадались, массив, но в объектах уже нет никаких логинов, пассвортов и статусов. Есть только ID-шник и эксос, там, где он есть. Если эксоса нет, то он просто опускается. Ну смотри, умная хреновина, опускается само. Вот да. Поэтому мне вот в данный момент, мы когда к этой темке перешли, когда Smart Tape обсуждали, Виталия, который, ты сам понимаешь, харьковский чувак, который продвинешь, он мне скинул интервью Сереже Меденцева, искал Никитоса привез. Ну, так что ему тоже придется каш. Вот да, он послушает в конце концов и тоже потом тебе как-нибудь что-нибудь передаст. Короче, первым параметром можно передавать, соответственно, вторым, точнее, параметром можно передавать массив и тем самым фильтровать то, что мы сериализуем. В данном случае, когда мы консоль логаем, нам автор написал, что вообще-то можно консоль тейбл использовать, и там, в принципе, как бы, ну, видно и понятно. Но, опять же, JSON Stringify, он не консоль логается. Ну, точнее, он консоль логается. Но если мы говорим про логирование в консоль, то там и объект прекрасно выводится, и можно его открывать, скрывать там и все смотреть. В данном случае, JSON Stringify, это в первую очередь про пересылку либо между модулями какими-то, либо между бэкэндом, фронтэндом и так далее. Там, конечно, никаких консоль тейблок нет. Второе. Второе малоизвестная возможность использования функции в качестве второго аргумента. То есть до этого был массив в качестве второго аргумента, теперь функции в качестве второго аргумента. Функция, разумеется, тоже фильтрует. То есть это практически полностью аналог метода фильтр для массива. То есть мы функцию передаем key value, и внутри тела функции мы что-нибудь ретернем. То есть в данном случае, если value там какой-нибудь... Ну, в данном случае он говорит, если тип значения в ключе – это строковый тип, то тогда undefined. А если не строковый, то вернуть value. Таким образом он фильтрует, опять же, логин, пасворд и статус, потому что во всех этих трех ключах хранятся строки. Прикольно. То есть, ну, реально. Это делает код чуть более читаемым. Хотя, опять же, мне кажется, более читаемым было бы фильтрануть сначала массив, сохранить его в какую-нибудь константу типа filtered array, filtered users, а его уже спокойно засериализовать. Кстати, еще здесь посчитать надо, что из этого быстрее происходит, если говорить об интерпретаторе. Хотя, не знаю. Вот пишите в комментариях вообще, вы за что? Я за то, чтобы принудительно отфильтровать до этого на отдельной строке и потом застрингифаить уже только результат. А тут так какая-то колбаса непонятная. Вдруг кто-то из вашей команды не знает про пять малоизвестных возможностей JSON-стрингифа, и он будет тупить и не понимать, и как бы, ну... А все тогда? Уволен. Поэтому он... Не знаешь про пять? Не слушаешь ее дизайн? Согласен, да. Третий пункт. Использование числа в качестве третьего параметра. Уже обратите внимание, появился третий параметр. До этого он, правда, был аргументом, теперь стал параметр. Какое-то несоответствие. Хотя, может быть, по литературе, чтобы не повторяться, сначала аргументы, потом параметры, потом третье аргументы, чтобы как бы оскоминами набивало это. Ну да, тут, конечно, с JSON-ами... Да, с JSON-ами можно оскоминно набить ту еще. Есть третий теперь аргумент. Третий аргумент отвечает за пробелы. То есть, если мы индентацию какую-то делаем, третий аргумент, например, два. Это сделать индентацию в два пробела перед каждым ключом, соответственно. Ну и там, если будут вложенные объекты, то, соответственно, там будет еще плюс два. То есть, тут как бы оно такое. Кстати говоря, вместо числа, это уже четвертый пункт, можно в качестве третьего аргумента строку передавать. И он эту строку будет вместо пробелов подставлять. Ну, то есть, в данном случае стрелочку сделано. Вот это я, честно говоря, уже не понимаю, за каким... За каким... Я в теории большого взрыва был какой-то смешной, за каким лядом или типа того. За каким лядом это нужно. Потому что, если в первом случае у нас валидный JSON получается, то тут со стрелочками уже не валидный. И нахрена его передавать именно в таком виде, я не очень понимаю. Ну, разве что именно выводить его к строку. Погоди, а что за нул? Почему вообще во втором этом аргументе... Просто, чтобы второй аргумент был какой-то, нельзя указать третий аргумент, не указывая второго. Я понял. Но мы просто во второй передаем нул для того, чтобы заполнить это место и приступить уже к третьему аргументу. А больше никуда нельзя записывать? Только в начало, что ли? Ну, типа, добавлять вот эти вот там стрелочку. Ну, вот да. В данном случае третий аргумент, он именно перед индентацией внутри JSON-овых документов. Тогда я не знаю зачем. Ну, просто в натуре понтануться. Говно какое-то. Ну, то есть, это да, это реально, если ты выводишь именно просто на интерфейсе какую-нибудь текстерию, ты выводишь этот JSON, чтобы его там юзер потом мог редактировать, ну, можешь ему pain in the ass устроить и стрелочек кидать. Не знаю, говно какое-то. Но малоизвестная возможность в JSON-стрелочек кидать. И вот пятое, пятое, это прикольная хрень по бреду. Метод toJSON. Мы метод toJSON можем закинуть в тот объект, который будем сериализовать, и сериализуется только результат выполнения этой функции. То есть, это специальная хреновина, в которую мы можем написать просто писька. И ты не сможешь сериализовать этот объект, он просто письку будет засовывать туда каждый раз, и все. Потому что, ну, короче говоря, сериализоваться будет только результат выполнения toJSON. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы с составляющими этого объекта получается провести какие-то манипуляции. Опять же, выглядит прикольно, выглядит малоизвестно. Но, блин, какого рожна не сделать отдельную константу, в которую просто написать full name, типа user full name, и как раз туда вот это вот сделать first и last. Нахрена это делать в рамках одного этого объекта, и потом таким образом странно сериализовать, я не понимаю. Что-то поняли, мне кажется. Как говорят старики, хозяин-барин. Вот хозяин-барин. Хочешь, можешь сделать так. Малоизвестненько, малоизвестненько. В принципе, да. Ну да, в принципе, в целом. Вот, а дальше... Бонус тут к этой еще. Есть бонус, вообще офигенский. Кроме JSON, stringify и toJSON существует также метод просто JSON с маленьких букв в скобочках. Он возвращает promise, то есть его можно awaited и осинкать ту функцию, в которой ты это awaited. И, короче говоря, в нем... Он возвращает promise. А promise... Ну, короче, смотри, тебе прилетает с бэкэнда ответ. Ты его... Если вдруг ответ у нас не JSON, а какой-нибудь другой, например, form.ro unencoded там какое-нибудь говно, ты просто можешь сделать response.json и, соответственно, он вызовет этот метод. Получишь валидный JSON, а его уже можешь там... Ну, в данном случае он показал консоль тейбл. Не обязательно консоль тейбл, как же делать. Вот. Есть всякие лодешевские методы, типа get и так далее, которые тоже таким образом переведут в JSON. вот. Но есть и вот такая просто функция .json у объектов, соответственно. Прикольно. Сегодня мы многое поняли. Мы, во-первых, узнали консоль тейбл. Да, это... Чувак тоже, видимо, узнал перед написанием этой статьи и решил ее всунуть везде, где только можно и где нельзя, да. Да, да. Как-то не очень много комментариев. Чуть как будто не интересно никому пять скрытых фактов с Tengify. А просто всем стрёмно признать, что в натуре малоизвестные факты. И как бы им улички-то их фронтендерские надо все сорвать после такого. Я тебе так скажу. Вообще, тема выглядит как будто это вообще очень важное дерьмо, если ты фронтендер. Потому что, короче, вообще, в принципе, всегда работа с JSON-ами, вот это же, ну, это нужно. Это прям вот... Это то, что должно прям инструментовый, как молоток быть, мне кажется. Ну, видишь, работа с JSON-ами, это понятно. А здесь передача JSON-ов как строки. И, в общем, в целом, это часто актуально для каких-нибудь старых legacy бэкэндов. Потому что, ну, современные веб-фреймворки бэкэндовые, я имею в виду, они принимают просто JSON, не сериализован, и нормально с ним работают, как бы, да. То есть это, в общем, не новое. Через HTTP-запросы отправлять прям целый JSON по элодам, в пост или в путь запросов. Но каким-то вот хреном можно еще и сериализовать, почему бы и нет. Можно как get-параметр передавать сериализованным JSON. Это, как бы, в общем, говно какое-то, конечно, но это тем не менее. Кто как, кто как архитектуру устраивает, но мне кажется, больше для legacy. Пишите в комментариях, где вы используете JSON-стрингифай, а мы, наверное, пойдем дальше. А мы от стрингифай к спотифай переходим. И тут, на самом деле, темка, такое чувство, что мы, мы такое чувство, что мы то ли говорили что-то об этом, то ли думали об этом, может быть, я просто об этом думал. И здесь практически в два абзаца, можно сказать это. Темка-то чуть-чуть пошире, но в два абзаца. Оказывается... У тебя Firefox, Business Insider говорит, типа, чувак, ты используешь Adblock. Да, говорит, я открыл в... У меня просто не установлен Adblock, а он именно просто на Firefox так ругается. Падло. Я, слушай, я открыл через Ctrl-Shift-P, и там у меня все хорошо. Вот там не ругаются на него почему-то. То есть... Ctrl-Shift-P. А, это Private. Да, да. Короче, у меня ругаются, действительно, я причем тебе больше скажу, у меня-то Adblock... А, у меня и в нем ругается. Ах, ты ж падаешь. Это странно. И что делать? Да давайте, я просто так скажу. то есть я понимаю, что хрен муравью приделать. Я так скажу эту тему, она абсолютно не требует даже там каких-то рассмотрений. Ты можешь в этот момент включить обойку, не знаю, пусть люди посмотрят, побалдеют. Короче, тема про то, что рандомизаторы выдавания треков, то есть шафлы, так называемые, в Spotify и в Apple хрени, в Apple Music это на самом деле не такой уж и рандом. Все. Как до этого догадаться? Вот, представляешь, люди, у них там несколько исполнителей забиты, в их там Apple Music добавленные, или там в их Spotify в плейлист. Несколько исполнителей и, значит, слушаешь ты там какого-нибудь Битлз. А потом, хоп, следующий трек снова Битлз. Ты такой, твою мать, да какой это рандом? Это не рандом совсем. Правильно? Ну бесить же будет. Хочется реально рандом. Если ты включаешь шафл, то ты уже ожидаешь того, что действительно будет шафл, шафлыч, шафлович. Но люди не понимают, что на самом деле настоящий рандом и вообще во вселенной рандом работает именно так. Тебе может рандомно попасться трек того исполнителя, которого ты до этого слушал. Понимаешь? Но люди упорно, вот у них психология такая, что если у меня шафл стоит, значит все, никакого, никаких повторений. Не может быть такое, что у меня, блин, три Битлз подряд. Вот. Хотя у меня там огромная библиотека другого там еще дерьма. Но на самом деле так. Мы там сделали, видимо, специально подстройку, чтобы не повторялся. Да, да, и короче, и как Спотифай, и как и Эппл, они сделали, причем там был чувак, у него погоняло мист шафл. Было, которое придумало эту тему и сделал, реализовал эту тему. Он как бы размазал треки, размазывает ваши треки одного исполнителя между другими треками. Так, чтобы, короче, казалось, что все-таки у тебя все это разно, как бы новина. И как бы, чтобы шафл, в общем, он выбирал скорее все-таки другого исполнителя, нежели того же самого. Короче, вот так. И поэтому это по сути, там даже в конце чуть ли не Стив Джобс говорит, что типа на самом деле, как бы это смешно не казалось, но то, что люди считают более рандомным, на самом деле менее рандомным. и в закат уходи. Все. Все, вот в этом теме. Нам Смагоч ее, кстати, накинул на патрон. Смагоч крутой. А вообще, я тебе могу так добавить, что я до сих пор скучаю по iTunes DJ. Я тебе миллиард раз рассказывал, нашим слушателям, зрителям тоже миллиард раз рассказывал. И в миллиард первый скажу. Это был как раз полный рандом-рандом по медиатеке. И такой рандом, что он показывал типа несколько следующих треков. То есть ты видел, что тебя ждет, и он это рандомно делал, и по всей библиотеке, и какого хрена они это убрали, я до сих пор не понимаю. Вам что жалко, что ли вы? Apple. Мы вас сколько рекламируем? Видимо, никто не использовал это. И, видимо, действительно, там шафл не устраивал чуваков. Они говорят, да все, выпиливай, короче. А почему? Я вот просто, вот объясни мне, какого хрена? Я понимаю, что я могу выбрать всю медиатеку, выбрать вид, песни, сделать Ctrl-A, включить шафл, и как бы, ну, проигрывать. Но это же тупое говно. Там был просто красивый интерфейс. Я, например, с пультика можно было голосовать. Я имею в виду с приложения пульт, который на айфоны ставят. И типа можно было голосовать против следующего трека, чтобы там, ну, как бы, это же вообще офигенно. Ты сидишь, у тебя пати, у тебя вечеринка, 15 человек, у всех пульт, все голосуют и не ставят Баскова, который с Шерманкой у тебя приходит. Слушай, я не знаю, может, они это в отдельное приложение выделили? Да я искал, я гуглил, я тебе больше скажу, есть миллиард тредов на официальном Apple-саппорте, типа, верните iTunes DJ. И Apple срет просто кучи огромные на голову этим людям. Вот дерьмо. Я сейчас себе представил, что там как на русском форуме Близзарда постоянно, когда выходит какая-нибудь это, и там начинают сразу в комментариях вот там то, сё, понерфили опять, декабля, вот такое я представляю. Вот да. Ну, примерно это, там и понерфили iTunes DJ. В общем, ну ладно, очень крутая была фича. Напишите в комментариях, если вдруг вы знаете, как iTunes такое подключить. Я сегодня комментарич, потому что мне банан написал, что мы слишком мало говорим о том, что нам надо что-то написать в комментариях. А мы просто разочаровались, мало кто пишет, поэтому и не говорим. Ну вот да, напишите в комментариях о том, в чём вы разочаровались, а мы идём дальше. Мы идём дальше, и напоминаю, что вот эту тему про Spodify нам Смагич предложил, Илья Смагин. Он нам это предложил в патроновском чатике. А соответственно, чтобы попасть в патроновский чатик, нужно зайти на patreon.com slash ewebdesign и там подписаться на нас за какой-нибудь плейдж. Но в патроновский чат попадают чуваки, по-моему, вообще от любого, от любых бабок, насколько я помню. То есть у вас вообще все возможности... От любых от любых. Да, все возможности попасть в телеграмовский чатик для патронов и вкидывать нам темки, которые мы, возможно, рассмотрим. Поэтому давайте ewebdesign.ru patreon.com slash ewebdesign Там ещё много чего есть. Есть вообще-то доступ и к прейшоу. Слушай, я так понимаю, мы вообще на самом деле настолько демократичны стали. У нас за 1 доллар, по сути, ты попадаешь и в патроновский чатик, можешь попасть, и можешь прейшоу слушать. У нас там столько контента, оказывается, за ноль денег. Что же мы делаем? Согласен, у нас новый мир просто проходит. Ну, мы завлекаем людей, мы потом затянем гаечки. Ну, вообще, да, гаечки-то это надо гаечку закрутить. patreon.com slash ewebdesign, чуваки. Подписывайтесь. 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 А мы к какому чем идем? Так о комочи. Ну, чё? Давай. Чё там про комочи? И, кстати, интересно, я-то вот это вкинул абсолютно, вот это единственная тема, которую я вкинул, вообще не вникая абсолютно в неё. А у тебя хорошая чуйка, потому что тема прикольная. Samsung, Samsung, корейская компания, они не только твердотельные накопители делают, но и мягкотельные, и твердотельные полупроводниковую память, они ещё делают твердотельные аккумуляторы. То есть они вообще по твердой теме загнались. Они твердочи, да-да-да. У них, видимо, стул закрепило, и они теперь всё решили твердым делать. Чтобы, как бы, да, как-то нас компенсировать. Либо наоборот, у них, как бы, проблемы с закреплением, и да. Да я поверю. Где-то видел тупую шутку, что Трамп просит всех отправить анализ стула к нему в Белый дом. Я не помню, к чему это, но да. Там именно стул. Это смешно было. Это из Твиттера, скринбл. Так вот. Были литий-ионные, которые вот эти вот... Которые нельзя привозить в самолётах больше, чем сколько-то там. Ну да-да-да. Которые вот эти обычные. Там типа жидкие электролитные. А здесь твердотельные аккумуляторы и металлические. Так, звучит брутально, кстати говоря. Я помню, знаешь, когда, короче, ещё у меня у дяди была ВАЗ-2706. Он переливал, короче, заряжал в аккумулятор, наливал туда вот эту жидкость. Вот. И сейчас уже не надо будет жидкость наливать, получается. Сейчас картридж вытаскиваешь ещё один брикетом прям и новый вставляешь. Металла как раз это. Ну так вот, мы-то в Челябинске у нас с этим не будет проблем. Да, у каждого с металлом нет проблем. Так вот, смотри, во-первых, твердотельные накопители это не новинка. Не накопители, извините, и такой анод это очень мало. Но 5 микрон это полмиллиметра. Нет, не полмиллиметра, 50 микрон это полмиллиметра. А это получается 5 микрон, твою мать, одна двадцатая миллиметра. Это сколько вообще? Это легальные цифры такие или нет? Такие только Савопеев знает стопудово. Я вот не знаю, это 1,20 миллиметра. Так вот, это такой анод, его уменьшили и решили проблему возникновения дендритов. Это иглоподобные кристаллы, которые нарастают на аноде и нарушают работоспособность батареи. Я думал, это иглошкуры. Короче говоря, накипь. Накипь теперь не образуется. Иглошкуры у себя в курганах, в лабиринтах, которые сидят. Так вот, эти дендриты теперь не накипают на аноде и норм. Она долговечна, короче говоря. Основная фича от существующих твердотельных батарей это долговечность. Но у них по-прежнему тысяча циклов зарядки-разрядки. Это в общем и целом кажется мало, но вроде немного. То есть, например, от ноутбука батарея у меня предыдущая на 600 циклах зарядки уже использовать было невозможно. А тут тысяча. Не, ну если так задумано, если, допустим, раз в день заряжать, вот если раз в день, то это очень даже ничего. Вот если два раза в день, да, если два раза в день, это уже проблема. Но мы сейчас посмотрим, в каких девайсах хотят использовать. Ты мне расскажешь. Это речь идет об автомобилях. То есть, в данный момент у них на... Как вот разрушитель легенд, когда проверяли мифы, они сначала делали small scale. То есть, они сначала на модельках проверяли, и если кажется, что на больших имеет смысл, тогда они строили в большом размере. Потому что сразу в большом строить дорого. И как бы, ну, будет тупо, если это... если они о басраме сделают. Поэтому сейчас на модельках проверялись, на модельках выглядит как будто реально вау, будет прикольно. Вот, они делали в большом размере. Samsung наоборот. Новое название. Новое название. Новое название. Модели Tesla. Tesla Model о басраме. Вот, да, да. Они сделали сначала в большом размере, а в маленьком... Ну, то есть, о мобильной электронике речь пока не идет, потому что твердотельные аккумуляторы умельчать сложно. Техпроцесс тяжелый, и они будут, скорее всего, достаточно дорогие и так далее. Пока об электрокарах идет речь, да и просто рынок сейчас хайповый, новый, прикольный, классный. Ну, да, да. Наразовался. То есть, на нем можно как-то сейчас себе имя сделать, а потом уже вкладывать дикие бабки в развитие именно для мобильной электроники. Так вот, при тех же размерах, тех же размерах, 50% больше заряда хранят. Ну, то есть, если у тебя аккумулятор, который занимает полкуба метра, то теперь этот... Ну, конечно, да, на электромакарах я думаю, именно такие. Электромакары. Ну, ты пишу, так они там огромные. То есть, в принципе... Улыбок тебе, дед Макар. 200. Вот именно. Полтонны весит аккумулятор в Tesla Model S 480 килограмм. Как она вообще едет? Вот как она едет? Это четверть массы автомобиля. То есть, сам автомобиль 2 тонны. Можете, говорит, танк поднять? Нет. А что вы хотели? 41 тонн. Ну, все-таки. Вот здесь то же самое. 2 тонны весит Tesla Model S. Из них 480 это аккумулятор. И сейчас она может пройти 270 километров всего на одном заряде. Так она не едет? Она идет, что ли? Она как корабль ходит. Понял. Так. И художник не рисует, а пишет тебе, например, картину. Вот. А Tesla Model S ходит. Так вот. В данном случае один аккумулятор 800 километров без зарядки тянет у Samsung. 800. Это, твою мать, до Кострома. До Кострома можно доехать. Ну, да. Что? Ну, а что? Вот. Поэтому можно даже больше, чем один раз в день заряжать. В смысле, реже, чем раз в день. Представляешь, 800 километров. Это много. Это очень много, особенно если у тебя... Ну, кто как ездит, Особенно, да, если у тебя какой-то просто обычный дефолтный маршрут до работы какой-то такой коротенький. Вот. То вообще, я просто вот и думал, если бы ты, вот представь себе, ты владелец Теслы. Ну, или просто электрокара. Что-то мне это напоминает. Мы с тобой не пытались представить себя владельцами электрокара. Ты бы как... Мы постоянно с тобой представляем. Как бы ты заряжал бы ее? Представь себе, у тебя есть дома даже или рядом с домом электрозарядка. Ты бы вообще... Как бы ты... Так она мало жрет. Она типа как майнер жрет один. Ну, то есть, просто провод отдельный вывезти классный из щитка просто тупо провести и нападение. Я ничего не говорю. Я имею в виду... Как бы ты... Чтобы меньше деградировал бы у тебя этот... Если бы мы уже представляем владельцем, я бы реально в тот момент задрочил правила пользования литий-ионными аккумуляторами. Вот. Я знаю, что они хранятся, как нам сказал Бараныч на 30% лучше всего теперь. То есть, если я знал бы, что я не буду ездить там несколько дней, я бы подгадывал и оставлял разряженным на 30%. Или разряжал бы в ноль и заряжал до 30% и кидал ее в гараже. Или как-то... Ну, что-то типа того. То есть, я бы пытался подгадывать. Все-таки, ну... Представляешь, надо быстро вырваться, быстренько до Ашана. Я именно поэтому бы ездил на гибриде и в жалобу просто 20%. Да кого? У тебя бы рядом Мустанг 30-литровый бы стоял. Чисто за один раз до Ашана испортил всю, весь воздух, Всю планету, да. Больше, чем за год на Тесле ты сэкономил, как бы, да. Ну, а че? Зато до Ашана дернулся. Раз мы о дергании говорим, понимаешь? Вот именно. А там вокруг все на Тесле, знаешь, там все такие ты в этот день дал, короче. Вот, да. Стрелил с нетрухой. Все там, умерло дерево вокруг сразу сто. Одно, одно, но очень большое. Одно оставшееся, которое все бежали на Тесле. Смешно про гору Хиджал, да. Ладно. И на выхлопнухе Архимон у тебя вместо игры Петунберг. Помнишь, да, гифку? Ну, да. И еще такая игрушка, знаешь, короче, которая, эта резиновая вот такие любят вставить. Я понимаю, которую ставят именно на этот, куда крюк, чтобы тянуть. Она отвратительно грязная становится и страшная. Да, да, да. После первой же езды там просто на ней копоть, сажа. Ну, больше на 30-литровый мустанг поставил, там выхлоп, это йокерный вовай. Он еще именно чипованный, все пламя гасителя, все убрано, чтобы именно он просто сразу. Это пока Тесла поставил на зарядку таким баллом. Смотри, вот это мы лучше представляем, что мы владельцы мустангов 30-литровых, чем владельцы Теслы. Возможно, стоит задуматься. Ну да, о покупке Теслы, разумеется. Хорошо, идем к девайсу последнему, который мы сейчас обсудим, заключительному, и будем переходить к обойке, к патронам, названию, чатика обычного и так далее. Короче, у нас... Но тут, кстати, долгое тоже будет. Тут типа долгое, с одной стороны, с другой стороны, я бы и не стал бы уж так уж, потому что кому это интересно, кроме нас с тобой? Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X и показала ее в действии. Главное. Вот так называется статья. Значится так. Консоль от Microsoft. Мы, кстати, сегодня час в эфире. Насколько это легально вообще? У нас такой блиц сегодня. Мы сегодня сели на мустанг гребанный 30-литровый. Вот. Или на Xbox Series X. Сейчас я тут послушаю, что тут далее. Короче, Xbox Series X... Я прочитал, я проспойлерил. Себе не удержался. Значит, Xbox Series X, который Microsoft представили. Что здесь будет из интересного? Что здесь будет из интересного? Во-первых, в первой статье я открыл сначала просто спецификацию, да. Сразу же начинают нас пугать тем, что узким местом консоли может быть ОЗУ, то есть оперативка. 16 гигов. Ну, это бросается в глаза. У меня тоже возник вопрос. Сделай бы ее хотя бы расширяемую, а то она распаянная. Я могу сразу быстренько переключиться на вторую статью. У меня там выделено про оперативочку и говорят, что оперативочка, оперативочка, я тебе прочитаю, а ты мне скажешь, вообще это хорошо или плохо, потому что 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6, 6 чипов по 2 гига, по 4 чипа, по 1 гигу распаяны вокруг однокристальной системы для снижения задержек. При этом 10 гигов работают на повышенной частоте с пропускной способностью 560 гигабит в секунду и, видимо, гигабит или гигабайт? 160 гигабайт, наверное, в секунду, и привязаны к графическому процессору, тогда как остальные 6 имеют сниженную пропускную способность 336 гигабайт в секунду и обслуживают процессор. Из них 2,5 гигабайт жестко зарезервированы под операционную систему. Вот. Тебе что-то это говорит вообще? Это что-то дает? Вот это все, вот это вот. Это все дает, оно, смотри, мы видим, что из-за того, что здесь обычный AMD, ну, как обычный, супер, там, Ризм, Йо Майо, Кастом, Шоп, там, обновленные крестовины на гигабайт. Так вот, мы видим, что обычная x64 архитектура, соответственно. Когда мы говорим об x64 архитектуре, это означает, что у нас есть классические всякие там PCI Express шины, там, все там и так далее. Так вот, в данном случае мы видим, что оперативка по разным шинам идет. те, которые 10 гигабайт на повышенной частоте, они идут по супершине, вот, из-за того, что они привязаны к графическому процессору. Вообще, смотри, GDDR6, это график с DDR, то есть, это не обычная оперативка, а это именно 16 гигов видео оперативки. Это вот, как у нас на 1080i 11 гигов, а вот тут 16 таких. То есть, она такая память, разумеется, дороже, вот, и она по другой шине, она прям, ну, напрямую в процессе идет. Это очень быстро, 560 гигабайт в секунду. То есть, это классно все-таки. На обычной оперативке нет таких скоростей. Там речь идет, типа, там, о 25 гигабайтах в секунду, а тут 560. Ну, то есть, здесь, как бы сказать, объем компенсируется скоростью, тем, что это практически как кэш-память работает до света. Это космически много. То есть, в оперативку, значит, за оперативку не переживаем. Идем дальше. Из спецификаций выяснилось, что на консоли будет установлен SSD NVMe на один террик. Память можно будет расширять с помощью проприетарной карты. Это еще один терабайт. И там, да, показывали, можно такие маленькие карточки, картриджи вставлять. Да, там она, они, причем, ладно, короче, они как карта памяти к первой соньке. Вспомни, она вставлялась над джойстиком, такая, ребристая. Просто я увидел, и мне прям обдало именно кайф. Да, мне вообще нравится, когда можно вот такие маленькие письки добавлять. Это какой-то уже киберпанк немножко. Причем это терабайт. Ты представляешь, терабайт у тебя в ногте практически. С одной стороны можно потерять, с другой стороны легко, трудно забыть, как говорится. Потому что, представляешь, в натуре ты такую воткнул маленькую хреновину, и у тебя плюс терабайт. Блин, это прям... Вот это будущее наступает. Будущее наступает. Переходим к более простым вещам. Геймпад. Обновленный контроллер лучше подходит для небольших рук, написано здесь. Наконец-то для небольших рук сделали что-то, так скажем. Хотя, честно скажу, все Xbox геймпады с очень такой широкой хваткой, в отличие от DualShock. Потому что DualShock... DualShock-то поменьше. Да, он такой маленький, реально более на азиатский рынок, если уж так говорить. Xboxовские, они всегда с широким таким хватом, и вот эта обновленная крестовина, о которой мы с тобой поговорили. Значит, на самом деле мы-то рофлим с тобой, а я провел исследование, в скобочках просто открыл рядом три скрина Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X контроллеры, и это возвращение к Xbox 360. То есть, на Xbox One у тебя крестовина просто выделяющаяся, просто крестовинка. Вот. А тут она кружочком вот этим, как в Xbox 360. То есть, они молодцы, они послушали меня и сделали новый Xbox 360 хороший геймпад, который, по мне, лучший геймпад в истории человечества. фан-фэкт тебе. Геймпад Xbox One пережил три ревизии, хардварные именно. И кроме того, что в третьей ревизии добавили Bluetooth, как я тебе уже рассказывал, в первых двух-то их не было. Во второй ревизии вот эти вот курки, которые именно... Я понял, R2, L2. Да. Они были жесткие, пластмассовые, а там они уже резины. Во второй, в третьей ревизии. Это приятно. И вот теперь я здесь не понимаю по картинкам. Да, они здесь тоже резины. Ну да. Видимо, они тоже как-то собственно... так и должно быть. На самом деле, USB-C, ты сказал, что USB-C? USB-C, говорю, пацаны, USB-C. Это важно, это важно. И дырка трех с половиной миллиметровая под гарнитуру тоже только со второй ревизии по-моему появилась именно в Xbox One. Здесь она, соответственно, тоже есть, если не видно. Да, да. Это все про геймпад. Сука, если мы видим, то здесь... Про батарейки будешь говорить? Да, батарейки ААА, как обычно. Ну не ААА, ААА только. Вот. И можно, если что, поменять по-бырому, а комочи заменил хучо кого там, если что-то с ними, вдруг они потекли у вас там. Вот. Если... Хотя это не очень, мне кажется, хороший знак, если у вас потекли а комочи. Вот. Но тем не менее. Короче, хрен с геймпадом. Пойдем дальше к приставке. Нас приставка интересует. В принципе, геймпад. Я вернусь к PCI-экспрессному NVMe-шному SSD-шке. PCI-экспресс-шина 4.0. Сейчас не во всех компьютерах это 4.0 версия есть. Она, по-моему, только с последнего чипсета 390-го появилась. А здесь тоже уже есть. это очень большое задел. USB 3.2 поддержка здесь. То есть, там космически больше, чем 10 гигабайт в секунду. Молодцы. Короче, они здесь, конечно, накрутили. ну на будущее. Ты представляешь, они же хотят, дела? Ну да, это же лет 8. Через 8 это... Какой USB? 3.2? Сейчас уже 10.2? Вот так будет. Написано, что приставка нацелена на 4К и 60 FPS в большинстве игр. То есть, вроде ничего необычного. Ну, понятно, будет выжимать максимально. Вот. Потом там всякие тесты на Gears 5, в общем, реклама майкрософских игр. В консоль не просто установлен SSD Microsoft разработала специальную систему менеджмента памяти Xbox Velocity Architecture, которая позволяет разработчикам мгновенно получать доступ к 100 гигабайтам данных. Мгновенно. Понял? На, получи. Что еще? Что еще? Сейчас я тебе скажу, что еще. На Xbox Series X действительно можно будет мгновенно возвращаться не к одной игре, а сразу к нескольким. Вот это я для себя отметил. Консоль будет выгружать полный дам памяти на SSD-шку, так что геймплей продолжится с того же места даже после полной перегрузки устройства. Перезагрузки. То есть, можно альтабоц только даже альтабоц да, это кстати вообще супер круть, потому что вот сейчас вот допустим на PlayStation, что я вижу? Ты если в одну игру зашел, ты другую выгрузил, потом в другую игру еще час зашел, потом та выгрузилась и ттт, плюс ты, если там не сохранился в той игре, которую выгрузил, все, с сохранения начинаешь, браток. Короче, да, это действительно шаг, шаг. Microsoft повторила, что игры, купленные на Xbox One, будут автоматически доступны и на Series X, если вдруг кто-то не знал. Ну вот, это мы с тобой обсудили, закрываю эту статью, иду дальше к той статье более такой специфичной. У меня тут что-то было еще. Смотри, хотел просто сказать, во-первых, здесь есть HDR, Auto HDR, как мы с тобой обсуждали, технологию как в 3D можно было переделывать на телеках, вот тут в HDR все можно переделывать, даже там, где SDR, ну то есть будет уменьшать яркость в тех моментах, когда нужно автоматически, это прикольно. И второе, это HDMI 2.1 гейминг. HDMI 2.1 позволяет передавать 4K 60 FPS по HDMI проводу, раньше не было, только 30 FPS было максимум в 4K. Короче, мощная штучка, мощная штучка, мощная штучка. Процессор Xbox Series X основан на, как ты и сказал, архитектуре AMD Zen 2 и в 4 раза мощнее Xbox, в 4 раза мощнее Xbox One X. Центральный процессор включает в себя 8 ядер, которые работают в двух режимах, либо 8 потоков при фиксированной частоте 3,8 ГГц, либо 16 потоков, но с частотой 3,6 ГГц. Вот. Видеокарта на архитектуре RDNA2. Короче говоря, и это хреновина, как я понял, она, вот они Gears 5 запускали, этот Gears 5, и он производительность показывал, я имею ввиду Xbox, где-то на уровне RTX 2080 видяшки. то есть, это, причем еще не полностью выжимал, то есть, там, это, короче, еще есть запас, но уже показывал на уровне RTX 2080. Короче говоря, бешеное, бешеное видео там какое-то стоит. Так, что еще? Ну, трассировка лучей здесь, опять же, как RTX мод, только здесь это DXR, видимо, Dynamic Extra Race. Да, да, в общем, вот такая хреновина, к сожалению, цена пока не названа у Xbox. Сколько будет стоить, ну, 1045-50, я думаю, что-нибудь такое, но тем не менее, если вдруг, я представляю себе, если вдруг... Да, он может будет и 40, но вот эти все дополнительные SSD-накопители и так далее еще по 40 будут стоить, как обычно будут зарабатывать на аксессуарах. да, но я... Геймпады отдельные по 10 косарей, то есть, ну, вот, я бы не стал брать, если у тебя сразу террик есть, еще один террик брать, я бы сразу не стал. То есть, я не уверен, что это надо. Ну, согласен. Хотя, вроде и прикольно, но не уверен, что надо. Я вот ни тебя, ни себя, хардкорными геймерами все равно... Я понимаю, но, хорошо, допустим, ты не хардкорный. Мы, конечно, можем всякое, но так, что вот 15 игр одновременно проходить и все дампы сгружать, вряд ли мы будем. это наоборот для тех, кто копил, чтобы у тебя все ам-ням-ням, ничего не удалил. Это... Я уверен, что никто в 15 игр не играет. Я уверен, никто в 15 игр не играет, просто вот для тех, кто... Вот хочешь ты, чтобы при тебе... Да, сейчас же 4К-шные игры, сейчас 1 терабайт это 2 игры. 15 игр, Майкрософте сейчас будут орать, а они будут нас слушать. ну ты чё? 15 игр на 1, это выхватило. Они игры будут продавать на этих излишках. Понимаешь? Всё. Вот да. Каждый терабайтник это одна игра. Так что, короче, вот я по поводу чего? Я по поводу того, что если вдруг, допустим, ребенку ты покупаешь компьютер для учебы, так сказать, вот, но тем не менее, если ты просто вот как... Ну не как ребеночек, а просто если ты вот хочешь себе что-то для игры, вот, то компьютер будет дороже собрать, чем вот такую машинку. Она будет дешевле? Ну конечно, эта приставка будет по цене как раз той самой 2080 видеокарты. Да, 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 да. Поэтому пока вот такая. Посмотрим, чем ответит PlayStation, потому что PlayStation сегодня, ну когда уже этот выйдет подкаст, там уже понятно чё, там мы не знаем, что будет, я надеюсь, он вообще выйдет, вот. Но, тем не менее, PlayStation сегодня сказала, что завтра будут говорить, чё у них, чё у них, потому что они, видимо, сразу зачесались, что нихрена себе Xbox там сказали. При этом у них фора, они сейчас могут анонсировать и хоть чё, на рендерах показать, а потом успевать это в кранчах делать, но тем не менее, фора есть. Фора, да, фора есть, посмотрим, чё будет, посмотрим, чё скажут. Так вот, вот такие у нас истории на сегодня. Пойдём к обойке, пойдём к патронам, к списку патронов. Да, во-первых, к списку патронов, а во-вторых, я пока к нему иду, у меня он в общем... Я расскажу про чатик. Я скажу... А? Да чатик-то понятно. Я ещё хотел ещё сказать. Я не помню, тебе рассказывали, нет, точнее, ну тебе стопудово рассказывал, рассказывали я нашим уважаемым патронам. Ой, почему патроны? Сука. Неуважаемые, что, патроны? Патронам я отдельно ещё рассказываю, да, согласен, и неуважаемые зрители слушают. Это шутки, чуваки, вы все ван лавычи. Так вот, рассказывали, я пользовался именно Asus компьютером, который Asus PC, который просто ROG PC, и он именно в корпусе, как PlayStation 4 по размерам. То есть не очень большой, то есть не вот этот вот MIDI Tower, там, с видос, что? Я вспомнил, что я хотел с тобой в при-шоу обсудить, миди-формат звуковой. В следующий раз, видимо, обсудим, сейчас я в слайке всё звуку. Давай-давай. Даже интересно, что там может быть вообще. При-шоу 228, двоеточие, я просто узнал, что это такое. С магич опять же рассказал. Я хотел с тобой это обсудить. Вот, но он опять же пришёл, поэтому, так вот, соответственно, я пользовался Asus'овским PC-шником, и там типа, знаешь, железо уровня 1060, обычная видяха была, но он стоил, при этом всё равно полтос. А он в красивом корпусе, именно Asus' там всё светится, пердит, и он при полной загрузке Вовки на ультра, он, во-первых, не тормозил. Это удивительно. То есть, это полноценный десктоп, хотя размером с консоль. И ещё и не шумел. Хотя в офисе у меня было жарко. Ну, потому что Вовка была на ультрах, конечно же. Я такой понял, что вот эти вот именно, вот именно, и я понял, что вот эти компьютеры, которые именно брендовые компьютеры, типа Alienware, там Asus и так далее, они в общем точно охренели. Но они не уступают консолям. Он такой удобный, он такой красивый, и он реально не горячий. То есть, это не то, что бандура там стоит, у тебя пыль гоняет и высушивает всю комнату. Нет, он нормально стоит, просто работает. It just works. И при этом ещё и очень красиво, эстетично, мало места занимает просто в обслуживании. По факту, ты его можешь открыть, там переставить так же оперативку, видяху и так далее. Там как-то так всё классно уложено. Я просто, ну, увидел сейчас здесь в разрезе, так сказать, Xbox, и вспомнил вот этот experience, когда я этот компьютер использовал. Он очень крутой. Он, конечно, ещё вот этот Xbox на AsicMiner похож, у него там тоже сквозная такая хреновая, два вентилятора спереди и сзади. Вот. Но Asus компьютер, мне тут тоже напомню, и опыт исключительно положительный. То есть реально, очень-очень круто. Я не думал, что есть за что пересплачивать. Вот там вы переплачиваете за комфорт и удобство использования. Потому что он маленький, его подмышку взял, просто пошёл и даже в рюкзак кинул. И он какой-то тяжёлый и вообще просто охренеть. Я не знаю, как они этого добились. Но, видимо, так же, как у Microsoft этого с Xbox добились. Тем более, что там-то за 50 косарей было 1060, а здесь за 50 косарей 2080. Ну, как бы, аналог, так скажем. Ты, кстати, не сказал, что здесь Blu-ray проигрыватель Ultra HD 4K. Разумеется. Ну, а чё ты ржёшь? Blu-ray проигрыватель Ultra HD 4K 20 косарей стоит. Так-то. А здесь он встроен у тебя уже. Это, считай, для меня, вот, например, это было бы большое подспорье. Ну, согласен, да. Особенно, если вы смотрите на Blu-ray, не просто вы там Netflix и че. То, конечно, конечно, это плюс. Ну, я уже говорил тебе, что битрейт Netflix и Blu-ray не сравнится вообще. А здесь, если ты уже покупаешь такое, скорее всего, ты качествующий. И, скорее всего, тебе, как бы, когда на Blu-ray, там тоже у тебя, тем более, HDMI 2.1 будет 60 FPS, можно телек хороший взять, 120 Гц. Да. О, а, да. Да, и я хотел ещё последнее сказать. И, в принципе, мне нравится внешний вид Xbox. Мы пока не видели ещё внешний вид PlayStation, но мне нравится внешний вид Xbox. Там есть вот эта структура для тех, кто боится. Вот, ячеек. И, ну, просто прикольно. Мне нравится. Он какой-то чёрный, стильный, хай-тек такой, прям реально. Короче, круто. Круто. Мощно выглядит. Поэтому, да. Офигенно. Вообще. Ждём, ждём, что покажет PlayStation. Мы видели DevKit, и мы, ну, как бы, понимаем, что, наверное, DevKit выглядит не так, как основная консоль. Но, да. Уважаемые мартовские патроны. 40 долларов, Макс. Спасибо тебе, чувак. Ты просто гений. Скоро ты бюджет недели нам уже занесёшь. Я думаю, уже занесён, по-моему, если честно. Вот, но тем не менее. Да. Штурман 20-долларовый. Костя. Костя, ты тоже крутой. Никита Ларк, Олег Цепиш, Иван Мерзавцев, Игорь Катив, Катив Продакшн, и Тимур Экрамов. 20-долларовый. Чайбы офигенные. Просто класс вообще. Иннокласс. Да. 10-долларовый. Графа Балмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, Далее по списку. Алекс Яценко, Кеша Пуделя, Константин Русанов и Пётр Гульчук. Чуваки, вы крутые. Кеша Пуделя всего 13-го марта занёс, но всё-таки занёс. Не сбился. Чувак, мы с тобой, а ты с нами, как мы видим. 5-долларовый. Титус, Миша Хохлов, Иван Сухин, Явеб, Антон Потапенко, Андрей Чиг, Эльмира Халилова, Нан, Геннадий Хатовицкий, Пётр Гаврилов, Паша Погнали, Алекс Ефремо, Трофим, Илья Смагин, Алекс Нью Бостон, Игорь Ли, Дмитрий Перещук, Антон Савинчук, Гладких Б.У, Дмитрий Скрипкин, Павел Трофимов, Андрей Савинчук, Веген Схакун. Новые лица даже появляются. Веген Схакун. Так, что касается, ещё у нас есть Владимир Анохин, 7-долларовый, Сэмбилов 6-долларовый, Рома Фролов 5-долларовый. Это незадокументированный патрон, который Тир не выбрали. Вот. Да. Чуваки, вы все очень крутые. Вообще, я когда вижу наш уже... Ну, ну, да, кстати, ревенью. Или как это? Ну, да, кстати, ревенью, действительно. Как называется наш... Ну, за... А ревенью как? Это как? Выручка, да? Выручка. В зарплатах. Вот нашу выручку. Я прям уже улыбаться начинаю. 76 патронов поделились с нами деньгами в этом месяце всего. Кстати, теперь у нас есть гипер-мейл-супер-монтаж, и вы на монтаже видите остальные патроны. Здесь текст там на экране где-то появляются. Кого мы лично не называем. Просто... Ну, это вынужденные меры. Мы уже скоро всех лично не сможем. Мы скоро будем только Макса одного. Называйте все. Потому что у меня горло пересохло, пока я вас перечислял. Спасибо вам всем огромное. Вот. Мы, видимо, к обойке переходим. Напомню, что все патроны даже с одного доллара получают при шоу, а их уже там 30 с хреном, почти 40 штук. Все можно будет прослушать залпом. И так же получают еще и патроновский чатик. Патроновский чатик. Да. Пришел патроновский чатик. Причем патроновский чатик, вот я честно скажу, я захожу чаще, чем в обычный чатик. Это правда. У меня патроновский чатик, в отличие от обычного, закреплен в телеге. Закреплен. У меня тоже закреплен. Причем не то, что мы там до хрена пишем. Вот у меня закреплен в телеге патроновский чатик. Вот так вот мы относимся. Просто мы, это вот, мы даже, может, там не так много обсуждений, но оно вот здесь. Прям вот я сердечко на камеру показываю. Согласен. Согласен, что в сердечке. Хорошо. Подходим к обойке. Мы к ней подошли. И видим. Я скажу, что видим. Мы видим такие поля, леса и горы. Чуть-чуть. И сверху немножко серое такое небо. И поля, они разделены вот такими квадратами. Если знаете, летите, где-нибудь квадратами разделены поля. Я даже не знаю, почему они вообще разделяются. Поля на квадраты, на вот эти. Я тебе, муж агронома, скажу, что, ну, просто обрабатывают так, садят разные культуры на них. Ну, то есть, это сегментация обычная. Это как ты в разных ящиках хранишь посуду и не посуду. Уже не знать, что хранить в ящике. Не, ну, классно. Выглядит, как в стратегиях, практически сверху вид. Вот эти вот квадраты. Наш, я считаю, подкаст, это квадрат, который с такой красной хреновиной, как будто там до этого была лава, именно в этом квадрате. Или какой-нибудь взрыв был. Метеорит туда упал. Вот. Это метеорит нашего подкаста. Он упал туда, метеоризм, ещё, естественно. И, короче, по всему квадрату развалился. И классно, и все балдеют от него. Вот у меня такая вариация. Ну, слушай, в принципе, в принципе, неплохо. Мне вообще эта обойка напоминает Skyfall. Ну, и последняя часть Skyfall, когда именно уже в поместье всё дело происходит. Вот. Поэтому наш подкаст, это вообще вот весь этот округ. Тоже захотелось. Всё, что вот здесь происходит, это всё подкаст. Он тоже сегментирован, во-первых, для удобства. Во-вторых, тоже лава там где-нибудь. В некоторых темках подгорает у Neuron Insomnius, когда мы Apple обсуждаем. Кстати, я напомню, он нам недавно написал, что он только против iPhone. Да, я видел. Против Mac'ов ничего не имеет. Какой избирательный хейтинг. Не ожидал от него, кстати, круто. Я тоже, кстати, не ожидал. Даже если бы на деньги поспорить, я бы проспорил реально деньги. Потому что я, ну, как бы, когда ты хейтишь iOS, очень сложно не хейтить macOS, потому что, мне кажется, там уже оно в одном репозитории лежит. Просто ветки чуть-чуть разные. И все. Поэтому тут, да. Да, и, соответственно, в нашем подкасте, кроме полей, есть и леса, где уже посуровее, и пустоши вот эти горные, где уже с автоматами калашникова сидят в скалах. Как-то и все. И выращивают опием. Да. Мы против этого, разумеется, не призываем ни распространять, ни хранить, ни что-то еще не употреблять. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал, смотрел. 227-й готов. Пришел тоже к нему готово. Завтра мы скидываем в Сурсы 226-го на монтаж. Да. И, в принципе, как бы вот так идем, видимо, с опережением на одну неделю. Вы все очень классные. Спасибо. Спасибо, что слушаете и смотрели. Спасибо. И вообще пишите нам в комментариях фидбэк по поводу новых форматов, новых каких-то проб, пера и вообще всего такого. Нам, нам всегда интересно знать, что вы думаете. Конечно. Чего, чуваки, всем пока. Давайте. Всем пока. Будем стопать везде. Субтитры сделал DimaTorzok